ДОИТСФАР 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 На мировом рынке разработки немецкой компании ДОИТСФАР легко узнаваемы. Компания задает тон в развитии современных сельскохозяйственных технологий. ДОИТСФАР В предприятии PROD-IMEX компании ООО Курск Агро с июля 2013 года проходят полевые исследования двух зерноуборочных комбайнов ДОИТСФАР 6095 HTS. Комбайн срезает культуру, обмолачивает, сепарирует зерно, собирает в зерновой бункер и убирает незерновую часть урожая. Объем бункера составляет 8500 литров. Это позволяет при работе нечасто выезжать на край поля в данной ситуации, когда грязно. Комбайны ДОИТСФАР обмолачивают зерно до последнего колоска. Это позволяет избежать даже малочисленных потерь продукта. Можем посмотреть его верхнее решето. Настройка решет выставляется при помощи ценных рукояток с шкалой. Достаточно повернуть ручку, чтобы отрегулировать решеты на данном комбайне. Это очень удобно. Комбайны универсальны. В наличии несколько вариантов жаток для различных культур. Набор для уборки подсолнечника и набор для рапса представляют собой дополнительные приставки, устанавливаемые на стандартную жатку для зерна. Рассказать про джойстик управления. Им можно регулировать все настройки жатки. Поднимание, опускание ее. Угол среза выставить. Наклон жатким. Комбайны ДОИТСФАР многофункциональны. Их комплектация позволяет работать с различными агрокультурами и не требует серьезных перенастроек и дополнительных деталей. Комбайны имеют износостойкие компоненты. Все отдельные детали защищены от механического повреждения. А значит, использование комбайнов ДОИТСФАР позволит сельхозпроизводителям получать максимальную прибыль с наиболее низкими производственными затратами. В этом году компания Техномер Агро с предложением взять на испытание два зерноуборочных комбайна ДОИТСФАР 6090 и 6095. Буквально в первые дни комбайны по производительности превосходили имеющиеся у нас предприятия комбайны МЕГА. Более того, на сегодняшний день, если проанализировать, то комбайны МЕГА убрали в среднем по 900 гектар, комбайны ДОИТСФАР в среднем убрали по 980 гектар. Это при том, что ДОИТСФАРы приступили к работе только в августе месяца. Комбайны МЕГА уже в июне месяц. Так что пока мы данными комбайнами довольны, есть у нас намерение эти комбайны приобрести в собственность и дальше прозевать данное направление. Для себя мы видим, что для нашего парка необходимо, кроме тех двух комбайнов, которые у нас уже есть, приобрести еще как минимум 4 таких комбайна. Комбайны ДОИТСФАР оснащены двигателями последнего поколения с водяным охлаждением. Их мощность 250, 310 и 366 лошадиных сил. Даже во время периода в перегрузке двигатели сохраняют высокий уровень мощности без потери производительности. Это обеспечивает самый низкий расход топлива по сравнению с другими комбайнами аналогичного класса. На комбайне я работаю в июле месяце. Сначала убирали зерновые, сейчас убираем кукурузу. Комбайн сам по себе новый, надежный. Простота управления, все настройки комбайна можно изменить, не выходя из комбайна прямо в кабине. Облочная конструкция, амортизированная передняя ось, концепция тяги трек, просторная панорамная кабина с круговым обзором, система балансировки, двухсторонний отбор мощности, автоматическая предварительная настройка механизмов, отличительные черты техники Дойцфар. Преимущество комбайна оценили инженеры Белгородской области. Вот экспертное мнение механизатора с 20-летним стажем. Я работаю на этом комбайне 4 или 5 дней. Лучший комбайн, очистка лучшая, производительность лучшая комбайна, мощность комбайна устраивает. Вот эта приставка молотит кукурузу, переборудуется на подсолнечник. Заслуга, мощь, во-первых, мощь. Минимальные потери комбайна, мощность комбайна чувствуется сразу. Диапазон мощности и линейка техники Дойцфар отвечает всем требованиям земледельцев и охватывает важнейшие сегменты рынка. Качество машин проверено временем и условиями эксплуатации не только европейскими, но и непростыми российскими. Сегодня тракторы и зерноуборочные комбайны производства Дойцфар, благодаря их качеству, эргономичности и оснастке, являются ведущей маркой Европы.